Ну что же, приветствую подписчиков моего канала, я конечно же продолжаю играть в хоррор Дожить до рассвета, это уже 15 серия. Предыдущая конечно была просто жестью, очень много пришлось побегать, Эмили чуть не погибла и Крис вообще чудом выжил. Единственный момент, который мне совсем понравился, это то, что я сохранил ракетницу, думал она реально понадобится, не знаю, там может сигнал послать, в итоге она ее применила, хотела эту жуткую тварь, ну там убить или ранить, ну настолько это все быстро происходило, что я просто не успел выстрелить, так сказать. То есть если первый раз играешь, ты вообще этого не ожидаешь и, в общем, короче, для меня это был очень неожиданный такой момент. С другой стороны, она стала жива, хоть и немножко такая покусанная. В общем-то, не знаю, что сейчас будет, можно сказать, что наши герои в такой ловушке, потому что рано или поздно, мне кажется, эти твари Виндиго проберутся внутрь, им не поздоровится. В общем, давайте начинать. Вот один твареныш. Кого он тащит-то? Мужика этого? Стойте, это поход дело Джош. Ребята, слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Это мягко говоря. Крис, а мужик тот куда делся? А он... Его убили? Ой, нет. Что случилось? Тот монстр разорвал его. У меня на глазах. Кошмар. Так, еще дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Вот именно. Ты уверена? Так оно и будет. Правда, Эм? Ну, да. Наверное. Да, нас там слышали. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то... Все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Хм. М? Что? Хрен с ним. Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. Да, конечно, размечтался. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Ну-ка, давайте посмотрим. Что это за место? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбаной горы. Просто... Это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей. Ведь правда? Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет. Эм. Че? Эм, что это? А? Что? Что это? Ну, покусал немного. Эш. А че? О, господи, боже мой. Только не это какой ужас, может быть? Да ничего, но подумаешь, укус. А чей укус? Ну, это... Виндиго. Что? Блин, ну я пытался, ну а че делать? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Эм, если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете, это ерунда. Да ну. Да, Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? Это имела в виду? Да, раз он тебя укусил, ты тоже станешь Виндигой и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Вот это дела. Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай, ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что? Ребята, вы совсем? Ну, а что делать? Вот дверь. Я даю тебе уйти, добровольцы. Нельзя рисковать всеми. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Виндиго тут же меня разорвет, как разорвал того. Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Ой-ой-ой-ой, спокуха. Сейчас она уйдет, наверное. Стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Мы все в опасности, пока ты здесь! Нет! Мы все! Нет, нет, не надо! Кошмар. Но я очень жаль. Мне придется выбрать, убить ее или нет. Офигеть. Ой, прости меня! Я не могу рисковать. Ты охренел, Майк! Ну а что поделать? Черт! А вдруг она сожрет нас? Черт! Черт! Майк! Черт! Так, так, так. Все. 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 Все кончено. Все в порядке. Все хорошо. Вот такие дела. Не было выбора. Да. Так, надо. Так, надо. А нам, конечно, Сроника не нравилась. Так. Я заберу ключ у Джоша. Я... Я скоро вернусь. Все хорошо. Хорошо. Все просто вахуи. Хорошо. Теперь она уже точно никем не станет. Эй, что там случилось? Лучше тебе не знать. Эй, все нормально? Он был рядом и... Кто, тот дядька? Да. Он самый. И его убили. Кто? Виндига? Да. Про Виндига он не соврал. Кошмар. И что это такое? Ну, он почти как человек только. Только... Изуродованный, что ли? Найдена улика. Да он же ненормальный. Подожди-то, дай это почитать-то. Немногие осмеливались охотиться на Виндига. Я единственный, кому удалось их обуздать. Услышь мои слова. Не то тебе грозит смерть. И после тебя погибнут еще многие. Виндига не должен вырваться на свободу. Виндига – порождение каннибализма. Когда человек отчаивается, когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы, когда его много дней мучает голод, вот тогда в него вселяется дух Виндига. Офигеть. Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады, зачастую как раз своих бывших спутников. Он будет пожирать сырое мясо трупов. Я видел такое своими глазами много лет назад. Жажда человеческого мяса, которую ничем не утолить. И начинается превращение. Сперва меняются глаза, становятся белые как молоко. Потом зубы удлиняются подобно клыкам. Чудовище растет, и кости растягивают кожу. Какая жуть. Так, история. Когда-то в этих горах жило племя, именуемое Кри. Их шаманы рассказывают... Тут очень давняя история. Эшли, блин, дай-то почитать-то. Че такая вредная. Их шаманы рассказывают легенды о высоком существе, рожденном во льду. Племя с уважением относилось к этой горе и жившим на ней зверям. Кри почитали эту гору как святыню. И всех здешних зверей они тоже считали священными. Кри верили, что того, кто убьет животное на этой горе, постигнет несчастье. Поэтому они охотились в других местах. А в 1893 году на гору прибыли шахтеры. Они обнаружили здесь залежи олова. А позднее следовые количества радиа. Они прорубили шахту в самый глубь священной горы. Кри, говорят, гора взвыгла от боли. И на волю вырвался злой дух. Как с этим бороться? Тут сказано, что поскольку Виндига мутирует из людей, они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. Глаза Виндига меняются, его зрение затуманено. Но движущиеся предметы он видит необыкновенно остро. Он охотник, как ястреб. Тех же, кто стоит на месте, он не видит. Если не шевелиться, Виндига тебя не заметит. Кожа и мышцы Виндига тверды, как броня. Он не чувствует боли. Его нельзя изрубить, нельзя зарезать. Пули не пробивают кожу, хотя заряд дроби ненадолго его отпугнет. Крис же выстрелил. Это дало ему, конечно, фору, чтобы убежать. Виндига когда-то был человеком, поэтому он знает, как на нас охотиться. Он умеет подражать жертве. Тебя спасет только бдительность. Я убил шестерых Виндига. Ножи и пули против них бесполезны. Нужно сжечь их огнем. Огонь – лучшее оружие. Пламя окутывает их, сжигает кожу, и они слабеют. Но только не убивай их. Убийство – это крайняя мера. После смерти дух Виндига вырывается из тела. Я запер их, поймал в сильке, а потом жжу к огнем, чтобы загнать в клетке. Приманкой были человеческие конечности, которые я взял у тех, кому они больше не понадобятся. Молодец какой. Так, укус. Существует защита. Шаманы знают ритуалы. Я нашел на горе артефакты индейцев и скопировал их. Тотемы. Связки трав и перьев. Я смастерил копии. Я их испытывал. На открытой местности они работают. Они отпугивают Виндига. Не всегда, но этого хватает. Но в помещениях от них нет толку. В легендах племени Кри говорится, что Виндига вырастает из укуса другого Виндига. Но укус безвреден. Меня кусали, но я остался прежним. Единственный способ – это съесть мясо человека. По-другому это не происходит. Отлично. То есть я, короче, зазря Эмиля убил? Нет, нет, нет. Что? Что там написано? Я вообще дров наломал. Признаться, их укусы не заразны. Обман. Тут просто какой-то бред. Не, ну теперь-то мы можем сказать, а что делать? Написано... Укусы... Если тебе укусы, это не заразно. Типа, ничего страшного. Я хотел как лучше. Дай посмотреть. Боже. Майк убил свою бывшую девушку. Эм? Эш, успохось, Эш. Ты же не знала. Черт. Нам нужно к Майку. Срочно. Хоть какое-то утешение, да? Вообще бипец. А я же ты сама говорил, типа, мочи ее, мочи. Вот оно все как получилось. Эх ты, Джошуа. Зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться. Помочь другому. Странный какой-то тип. Он вообще существует или в его голове просто? Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества? Да? За что ты так снил? Джошуа, объясни. За что? Я обижен. Я невиновен. Ты обижен, чувак. Они не хотели ничего плохого. Чтобы так намеренно совершили глупую ошибку. И твоих сестер постигла трагедия. Никто не хотел, чтобы так случилось. Но так вышло. И они раскаивались. По крайней мере, пока ты не устроил им эту пыточную камеру. Это была игра. Мне так жаль. Вообще, на самом деле, довольно странно. То есть, получается, я должен решить, кто Джош. То есть, ему это нравится? Он психопат? Или он в этом искренне раскаивается? Ну, я все-таки пойду по этому пути. Ага. Вот такой вот у меня Джош. Интересно, его можно было спасти? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое? Может, он забрал Джоша в шахту? Эм, что это? Ты слишком опасна, Эмили. Стой. Жуть. Ты охренел, Майк? Чертую мать, что я наделал. Я заберу ключ от Джоша. Я... Я скоро вернусь. Да, Майк, конечно, дров наломал. Голова девятая, карма. Два часа до рассвета. Так, так, так. Да, закрываем, на всякий случай. И что, походу, ты опять в эту больничку решил прийти, да? Какой ты смелый. Майку, конечно, вообще не повезло. Сначала, короче, его Джессика погибла. Потом он свою бывшую убил, Эмили. Вообще. Не везет парню в любви. Я просто, ребят, говорю, у меня получается так, как получается. Я не собираюсь вам какой-то хэппи-энд тут делать. Я не знаю, как бы вы в такой ситуации поступили, но я бы, если оказался на его месте, наверное, все-таки не стал рисковать. Либо выкинул ее силой из дома, либо все-таки застрелил. Так, тут что, не пройти? Да, походу, дело нам тут никак. Так, ну пойдемте сюда. По лестнице. Подождите, я вроде тут гулял, нет? Когда взрыв-то был. Правда, мне кажется, намного темнее было. Может, я что-то еще найду, что тогда не нашел. Стоп. Опять тотем. По-моему, я его уже подбирал. Ага, точно. А давайте, кстати, посмотрим. Так, скорее всего, это Крис. Смерть. Ага, зажигалочка. Понятно. Утрата. Эшли. Так. Опасность. Значит, этот Виндик попытается Майк схватить. Ясно. В общем... Такие дела. Сюда никак. Наверное, мне надо обратно вернуться, я так понял. К волчонку. Так, сюда. Обалдеть. Ты где, песик? Да, здесь волки. Ух ты, а тут что? Коробка из-под сигар. Хозяин любил покуривать. Так, ну где пес-то? Нету. Ха. Судя по всему, после разрушений теперь можно наверх подняться. Ну, давайте. Я говорю, у всех героев, мне больше всего нравятся Майк и Сэм. Я хочу, чтобы они точно выжили. Ну, Крис и Эшли тоже классные. Так, стоп. О! Обрез. Теперь найти виллы и собрать толпу Шутник О! Огонек Ну просто крепкий орешек, блин Нагодится Так, что-то еще есть полезного Нифига Ну пока я не понял, куда мне надо будет идти Здесь тоже все завалило О! Сюда, наверное Ладно Стреляем Отлично Крутой такой Можно сказать, в закаленных боях Привет, друг Да-да-да, он теперь наш друг Привет Я тебе очень рад Узнал Хорош Ладно, друг Пошли со мной Ну, значит так Я посмотрел на карту И... Куда идти Вот здесь Должен быть проход в шахту Через психиатрическое отделение Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав Молодец Боевой товарищ Четвероногий друг Немножко прогуляемся по улице Холодновато Тихо-тихо Спокойненько Куда рванул-то? Похоже, я тут застрял Есть-то че? Так Была-не была Аккуратно Я сам себя закрыл Да, больничка, конечно, старая Все, я и лепашет Ну-ка Давай-давай Есть Видал? Кое-чё я могу Да, дружок? О, какие звуки-то неприятные Кто-то явно проснулся Этот мужик говорил, что он Запер И сдается мне они как раз где-то здесь Так Так, чья-то камера Угу Отчет врача В общем-то это я не буду читать И так я уж тут начитался В этой больнице Ну что ты там нашел? Оу Ах ты тварь а тебя никто не заставлял героя играть так что поздно уже жаловаться ну-ка да стрёмно да возможно следы от когтей какие-то какая-то надпись выпустите нас мы голодаем замерзаем вы за все заплатите немедленно прекратить эксперименты короче твои просьбы услышали мужик эксперименты прекратились о вы видели там направо о кошмар так здесь дожди никак что я слышу их эти уродцы где-то рядом так сюда здесь нам путь открыли чё это такое понятно стрёмное место да майк сейчас кто нибудь выпрыгнет на нас так тут есть чё нибудь папка blackwood пайнс лечебница blackwood медицинский осмотр пациент номер 9 ну-ка посмотрим понятно тут короче про этих шахтеров да я понял короче ему с каждым днем все хуже и хуже становилось какой красавец то на двенадцатый день короче ясно все да шахтеров этих жалко ну чё ты там ну-ка так выбиваем молодец давай посмотрим что за товарищ такой вы не будьте против господин чё там тем кого это может касаться а ну-ка предсмертная записка они умирают там снаружи я слышу их вопли и плач все что останется после меня этот ад божья кара за мои ошибки от судьбы не уйдешь меня уже поджидает смерть джефферсон брэк бедный мужичок да страшная смерть это тип такой секрет нашел как я понял да так ну значит нам в другую сторону надо идти давайте ходу прибавим о-о-о-о тихо-тихо 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 о-о-о вы видели я это точно видел эту жуткую тень о-о-о-ой давай веди дружок сюда сюда чуть-чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть я не буду стрелять что это такое чёртого крыса о-о-о пошёл отсюда получай мразь так пора валить вперёд идти налево так и чё замечательно фух может не надо было дальше бежать стреляй 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 вышибаем мозги фух парящий парящий быстрее фух это ещё что ещё один не двигайся майк не двигайся не двигайся майк прошу тебя он реагирует на движение а спокойно 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 фух а чёрт только не это молодец вот же тварь а чёрт эх ххах хренеть сараза куда это мы попали то ну давай сволочь ну где ты сейчас он тебе ответит Надо быть очень аккуратным. Иначе нас сожрут. По-любому сейчас выпрыгнет. Да? Ай, блин, твою-то мать. Стреляй! Когда же это кончится? Мочи его. О, господи. Это какой-то кошмар. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Точно это видел в видении. Это было в тотеме. По очереди! Меня хватит на всех! Ой-ой-ой! Нет! 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 Майк, держись! Как же я пропустил-то, блин! Фух. Ху-ху-ху! Черт! Ладно. Это уже не шутки. Пошел отсюда! Ой, блин, 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 блин! Фу-фу-фу-фу! Стреляй! Есть! У тебя что, патроны бесконечные, что ли? Охренеть! Хоть бы перезаряжался для приличия. Нет! Ой, блин! Еще один! Да стреляйте в него! Вот так! Хорошо! Хотя смысл стрелять, а не что-то в клетках. Бежим! Быстрее, быстрее! А-а-а! Давай, дружище! Да открывай ты дверь! Давай ты выбивай дверь, блин! Вот черт! Черт-черт-черт-черт-черт-черт! Пошел в жопу! Так, бочку ему сейчас опрокинем. Да давай ты, блин, Майк! Ловите, твари! Остоловито, бэби! Ху-ху-ху! Нихрена себе! Вот это фейерверк! Давай, Майк! Отлично! Закрываем! Фух! Не, ребят, на этом месте я, короче, завершу серию. Она просто переполнена экшеном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова